Привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев. И вот что сегодня вы узнаете из выпуска. Герой или злодей? В чем обвиняют кировчане, журналисты, которые спас человека? Губернатор будет делать а-та-та? Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Приступаем. Губернатор Кировской области сегодня обрел новые возможности. Во время заседания областного законодательного собрания депутаты приняли поправки в уставе. Теперь губернатор может занимать свое кресло более двух сроков подряд. Граждане же потеряли право его отозвать. Другое дело, что про это право мы сами, в общем-то, и не знали, да и не особенно-то им пользовались. И, наконец, с сегодняшнего дня губернатор Кировской области может объявить выговор главе города, если он не справляется с своими обязанностями. Форма выговора не уточняется. Высока вероятность, что это будет а-та-та. Выборы губернатора назначены на сентябрь, и на них выделено 168 миллионов рублей. То есть у нас с вами будет в прямом смысле слова «дорогой губернатор». Ну а продолжим с новой историей про спасение человека из пруда нашим журналистам Кириллом. Дело в том, что после произошедшего Кирилла в социальных сетях комментаторы начали упрекать, и многие обвинили его в том, что, в принципе, он сам виноват в произошедшей ситуации. Местами в некоторых сегментах социальных сетей это вообще похоже на некую травлю. Так вот, мы решили вам рассказать чуток подробнее, как это все происходило на самом деле. Мы поговорили, естественно, с Кириллом, который спас человеку жизнь. Поговорили со спасенным человеком. Поговорили с экспертами из МЧС и юристами. Итак, вот он, объективный взгляд на произошедшее. История, которая произошла у цирка, оказалась не такой очевидной, просто геройской. Про отчаянный поступок одного человека и смелость другого. Она даже не про региональную журналистику и хайп, как это модно сейчас говорить. К критикам, которые знают больше нас, как и делать новости, мы привыкли уже за много лет. Неожиданно для всех и для нас в первую очередь, это история про то, как сложно сейчас быть просто хорошим человеком. И надо ли вообще им быть и когда-то кого-то спасать. Сегодня поговорим об этом. Все действующие лица, мнения экспертов. Итог подведете сами. Эта история началась с обычных ежедневных съемок опроса. Его тема никак не привязана ни к пруду, ни к спасению, ни к плаванию в холодной воде. Проект «Вятка Тудэй» уже много лет развлекательная программа. Журналисты в кадре шутят, задают не самые серьезные вопросы кировчанам. Если надо, для хорошего позитивного сюжета танцуют прямо на улице. Можно любить такие программы, можно не любить. И смотреть только новости или другие проекты. Это отдельный, если честно, сложный жанр в журналистике. И поверьте мне, не каждый корреспондент может в нем состояться. Как бороться с шумными соседями? Надо их всех отравить. Нет, ну... С какими соседями? Покормить. Ну вот шумные соседи. Полицию вызывайте. Так она пока доедет, а уже шум прекратится. Так, ну прекратится, ну и тогда ладно. А можно я искупаюсь? Да я не против в целом. Можно? Давайте снимите. Вы меня снимите, пожалуйста. Легко, легко. Если ты вам понял. Именно эта часть истории про спасение журналистом Кириллом Рябаканем, тонущего человека, вызвала огромное количество негатива. Видео было отправлено нами, федеральным агентством, вместе со второй частью сюжета, где Кирилл прыгает в воду. Но именно из-за беседы журналиста с отдыхающими у пруда мужчинами возник главный вопрос. Кирилл – герой или подстрекатель? Главное, чтобы тонуть не начал, а так все хорошо. Оператор и журналист в это время остаются на месте. Они ждут выхода героя из пруда. Они следят за ним кадром. Рядом товарищ пловца подбадривает плывущего в холодном пруду друга. Заплыв наблюдают и люди, гуляющие в парке. В какой-то момент мужчина пропадает под водой. Оператор говорит, что на воде появились пузыри. Проходят секунды. Кирилл заходит в воду и плывет. То, что происходило дальше, не снято нашим оператором. Дмитрий Бритвин, как еще несколько прохожих, стал оказывать первую помощь утонувшему. В этот момент мужчина был без сознания. Сразу же вызвали скорую, начали обтирать тело, естественно, одевать его. И этот человек, как оказалось, он не просто прыгнул в одежде, он разделся и целенаправленно прыгнул в воду. Чуть позже Виолетта в своих социальных сетях расскажет свою версию случившегося. Выложит видео, фото, назовет Кирилла очень-очень смелым человеком. Она, конечно, уже видела полную версию этой истории вместе с беседой до купания. Но на ее странице по-прежнему Кирилл подписан спасатель. И она по-прежнему считает, что если бы не он, то скорую было бы вызывать просто некому. Так почему для кого-то поступок Кирилла достоин уважения, а кто-то называет его подстрекателем, постановщиком и чуть ли не преступником? Видео со спасением утопающего набрало сотни тысяч просмотров. Практически столько же негативных комментариев. В течение нескольких часов оно разошлось не только по местным, по федеральным пабликам и порталам. И в один момент человек, спасший другого человека от смерти, стал антигероем. Я когда первый раз смотрела это видео, естественно, первая мысль человека со стороны, а что ж ты не попытался его отговорить? Именно попытался отговорить, не заставить отойти, не удержать, потому что мы знаем, что чревато пьяного человека каким-то образом удерживать. А именно попытаться отговорить – это, конечно, то, что Кирилл должен был сделать, чисто с человеческой точки зрения. Я думаю, что здесь имела место быть профессиональная деформация, скажем так. Потому что человек, журналист, корреспондент, он ходит с микрофоном и задает людям вопросы. И он, конечно, в вечном поиске хороших ярких героев, каких-то событий из ряда вон выходящих. Ему предложили, давай я искупаюсь. Его журналистское начало не смогло отказаться, скажем так. Выключился тумблер человека и включился тумблер корреспондента. Хорошо, что режим «человек» включился обратно в момент, когда он увидел, что товарищ ушел под воду. Иначе это закончилось бы трагедией. Я вообще не ожидал, что он полезет, поплывет, разделся. Окей, думал, оденется. В секунду я уже вижу, что он в воде. В воде искупался, вылез сразу. Там же холодно, а плыть, короче, это все было максимально неожиданно. Кроме вопроса, почему не отговорил, комментаторы сейчас активно рассматривают эту историю еще и как постановку. Замечают, что Кирилл перед заплывом зачем-то посмотрел в камеру. И даже то, что кофта после спасения человека не такая уж и мокрая. Я не понимал, тонет он или не тонет, прикалывается он или не прикалывается. Там было непонятно, так как он был далеко, и я как такового его лица не видел. И когда он уходил под воду, я оборачивался и говорю, тонет. И в этот же момент прыгаю в воду. Внимательным зрителям, верящим в театральность видео, советуем обратить внимание на приехавшую по вызову случайных прохожих, а не нашей съемочной группы, реанимацию и наряд полиции. Вызовы официально зарегистрированы в журналах этих служб. Есть, в конце концов, реальные свидетели происходящего. Ну и судя по тайм-коду видеоматериала, времени на спектакль у журналиста не было совсем. У человека, который собирается его спасать, ну и есть секунд 30-40, чтобы к нему доплыть и начать его транспортировать. Что касается подстрекательства на купание в пруду, переживающие тоже могут быть спокойны. Мы показали юристу полное видео инцидента с вопросами, уплывающим человеком и ныряющим Кириллом. Преступление это или нет? А можно я искупаюсь? Да я не в лексу. Можно? Давайте. Вы мне снимите, пожалуйста. Легко. Статья 33-го уголовного кодекса дает понятие нам, соучастников преступления, в том числе и подстрекателям. Подстрекателям, согласно данной статье, признается лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем обмана, угроз, либо иного воздействия. На мой взгляд, действия журналиста не могут быть расценены как подстрекательство к совершению преступления. Ведь из просмотренного видео мы не увидели того, что журналист каким-либо образом угрожал лицу, либо заставлял его сделать данное действие. Оказалось, что Алексей, так зовут мужчину из парка, живет в районе автовокзала и считается здесь местной знаменитостью. У цирка бывает часто, но в апреле плавал в первый раз. После того, как он чуть не погиб, его привели в чувство врачи реанимации. Увезли в больницу, но от госпитализации он отказался. Домой возвращался пешком. На следующий день после купания в пруду бодр, весел и здоров. Алексей пообещал, что больше воду в таком состоянии не полезет. Кирилл героем себя не считает. И да, он читал все комментарии под видео, но по-прежнему уверен, что по-другому было нельзя. Говорит, что в следующий раз так же не пройдет мимо. И все равно, что кто-то увидит в этом театр дилетантство или что-то еще. Волна негатива спадет. Жизнь человека остается важнее дизлайков и критики. Спасай мочащий. Спасай мочащий. Все. Главное, чтобы до такого не доходило. Все. Красавчик. Все. Хорошего дня. Спасибо. Аккуратно. Спасибо тебе. Ксения Зиноева, Дмитрий Бритвин. Информационный канал. Город. А сейчас мы перейдем к федеральным новостям, которые, конечно же, связаны с нашим городом. Аналитики Яндекса посчитали и выяснили, что третий россиян планирует провести на даче отпуск. Треть россиян живет там постоянно, а треть собирается приезжать туда на выходные. Мы же провели в группе ВКонтакте свой опрос и выяснили, что у большинства проголосовавших просто нет дачи. Но те, у кого она есть, конечно же, планируют туда перебраться. И что же делать на даче без шашлыка? А с ним нюансы. Набор для шашлыка подорожал за год на 31%. Специалисты аналитического ресурса CheckIndex посчитали набор для шашлыка, скалькулировали мангал, мясо, уголь и так далее и тому подобное. И у них получилась цифра в 2484 рубля в апреле 2022 года. А ровно год назад такой набор стоил 1901 рубль. То есть на даче-то мы, конечно, поедем, а вот шашлык начал перемещаться в разряд деликатесов. Вот такая была картина сегодняшнего дня. Я искренне желаю, чтобы у вас, дорогие Кировчане, грядущие выходные были максимально положительными с точки зрения эмоций. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пока-пока.